Телеурок Здравствуйте, ребята! Меня зовут Василия Кубатовна. Добро пожаловать на урок математики. Кто сказал, что математика скучна, что она сложна, суха, тосклива? В этом вы не правы, господа. Знаете, математика красива. Вам приятно жить в опрятном доме, где у каждой вещи место есть. Математика создать порядок может, и за это ей хвала и честь. Сколько в ней самой изящных линий, мощных формул, строгих теорем. Тот не назовёт её красивой, кто с наукой не знаком совсем. Телеурок Сегодня мы познакомимся с новыми величинами. Будьте внимательны. После выполнения каждого задания оценивайте свою работу от 0 до 5 баллов. Задание первое. Соедините стрелками примеры с одинаковыми ответами. 2 умножить на 7, 7 умножить на 2, 6 умножить на 3 и 3 умножить на 6, 4 умножить на 8 и 8 умножить на 4, 1 умножить на 5 и 5 умножить на 1, 9 умножить на 7 и 7 умножить на 9. оцените себя наш урок математики я бы хотела начать с небольшого слайд-шоу посмотрите его внимательно и попробуйте определить какой темой объединены все иллюстрации загадка все мы там бываем все что нужно покупаем там есть множество витрин что же это магазин магазин это место торговли а вы посещаете места торговли да с какой целью купить что-то необходимое какие магазины вы увидели в слайд-шоу что продают в канцелярском магазине сегодня мы познакомимся с новыми математическими понятиями которые помогут вам правильно совершать покупки какие ассоциации у вас возникают в связи со словом покупка я тоже поиграла со словом покупка и вот что у меня получилось литр метр ценник килограмм штука упаковка сом продавец витрина дин с помощью слов подсказок попробуйте ответить на мои вопросы что нужно знать чтобы правильно оплатить покупку цена количество стоимость это математические величины какими из этих слов вы бы ответили на вопрос сколько предметов купили количество сколько стоит один предмет это цена сколько стоит вся покупка это стоимость чем цена отличается от стоимости если перед нами величины то их можно измерить выберите слова которые называют единицы измерения количества товара литр метр килограмм штука упаковка выберите единицы измерения цены в сомах и ты и нах а в чем же измеряется стоимость тоже в сомах и ты и нах ребята догадались ли вы какой будет тема сегодняшнего урока предположите с какими величинами познакомимся тема нашего урока цена количество стоимость сегодня на уроке будем совершенствовать вычислительные навыки закреплять умение решать текстовые задачи познакомимся с новым типом задач и терминами цена количество стоимость будем применять правила взаимосвязи цены количество и стоимости цена показывает сколько стоит один предмет количество показывает сколько предметов мы купили стоимость это то что мы заплатили за всю покупку следующее задание соедините стрелками понятие число прочитаем внимательно условия задач и приступим к работе подчеркните цену товара красным карандашом количество зеленым стоимость синим мама купила три шоколадки по 8 сомов сколько сомов она заплатила 24 количество три шоколадки цена по 8 сомов и 3 умножить на 8 это 24 значит стоимость покупки 24 сомов оцените себя я приглашаю вас магазин я продавец вы покупатели выбирайте товар тетради ручки линейки карандаши давайте решим задачи если купим 4 тетради по 5 сомов каждая сколько будет стоить покупка 5 умножить на 4 будет 20 сомов купили 5 ручек по 10 сомов каждая сколько будет стоить покупка 10 умножить на 5 равно 50 сомов цена одной линейки 8 сомов купили две линейки сколько будет стоить покупка 8 умножить на 2 равно 16 сомов купили 10 карандашей по 2 сома каждый сколько будет стоить покупка 10 умножить на 2 равно 20 сомов сколько будет стоит покупка 2 умножить на 10 равно 20 сомов молодцы ребята следующее задание поработаем все вместе и составим формулу для нахождения стоимости товара цены количество товара стоимость равна цене одной единицы товара умноженной на количество товара цена одной единицы товара равняется стоимости товара поделенной на количество товара количество товара равняется стоимости товара поделенной на цену за одну единицу товара Поработаем все вместе и составим формулу для нахождения стоимости товара Цены, количество товара Стоимость равна цене одной единицы товара, умноженной на количество товара Цена одной единицы товара равняется стоимости товара, поделенной на количество товара Количество товара равняется стоимости товара, поделенной на цену за одну единицу товара. Запишите формулу. Следующее задание. Прочитайте задачу. Амина купила в магазине 4 тетради по 10 сомов каждая. Сколько сомов заплатила Амина за покупку? Заполните таблицу и решите задачу. 4 умножить на 10 равно 40 сомов заплатила за покупку. Прочитайте следующую задачу. Амина купила в магазине 4 тетради. За всю покупку она заплатила 40 сомов. Сколько стоит одна тетрадь? Заполните таблицу. Решите задачу. 40 разделить на 4 равно 10 сомов. Стоит одна тетрадь. Следующая задача. У Амины было 40 сомов. На эти деньги она купила тетради по 10 сомов каждая. Сколько тетрадей она купила? Заполните таблицу. Решите задачу. 40 разделить на 10 равно 4 тетради купила Амина. Проверьте себя и оцените свою работу. Следующее задание. Выберите формулу. Мама купила 3 килограмма сахара по цене 50 сомов за килограмм. Какова стоимость покупки? 50 умножить на 3 равно 150 сомов. Ханекей за 45 сомов купила 3 альбома. Сколько стоит один альбом? 45 разделить на 3 равно 15 сомов. Сколько флаконов клея купил папа за 210 сомов, если цена одного флакона равна 30 сомов? 210 разделить на 30 равно 7. Молодцы, ребята. Отметьте верные выражения. Количество денег за единицу товара – это цена. «Чтобы найти количество, надо стоимость разделить на цену». Цена измеряется в сомах и тыинах. «Чтобы найти цену, надо стоимость разделить на количество». «Коричество товара измеряется в сомах». Проверьте себя. Проверьте. Проверьте. Проверьте себя. «Чтобы найти цену, а в сомах могут помочь деньги». Деньги не могут поддержать, подбодрить тебя в трудную минуту. За деньги все не купишь и все проблемы не решишь. Ребята, с какими новыми понятиями мы с вами сегодня познакомились? «Цена», «Количество», «Стоимость». Правильно. А на что указывает цена? Сколько стоит один предмет? А что называется стоимостью? Сколько нужно заплатить за все предметы? Правильно. Что вам сегодня понравилось на уроке? Оценим свои достижения. Посчитайте баллы, полученные вами на уроке. И определите уровень работы на уроке и нарисуйте нужный листок. Зеленый – от 30 до 37 баллов. Желтый – от 20 до 29 баллов. Красный – от 3 до 19 баллов. А сейчас вы украсите дерево успеха своими листочками. Молодцы, ребята! На этом наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова